Россиян беспокоят наступление нейросетей. По данным Национального индекса тревожностей, за первый квартал этого года жители страны начали переживать, что развитие нейросетей – это начало того будущего, которое предсказывали фантасты, когда искусственный интеллект может выйти из-под контроля человека. Эксперты такую причину для переживаний зафиксировали в индексе тревожности впервые. Триггерами, вызвавшими беспокойство, стали во многом прогнозы о том, что уже в ближайшем будущем искусственный интеллект сможет заменить человека. По данным экспертов рынка труда, уже в 2030-х многие профессии могут исчезнуть. Лишится работа из-за невозможности конкурировать с нейросетью могут инженеры, журналисты, банковские работники, турагенты, учителя и даже врачи. Однако пока HR-специалисты уверены, что полностью заменить человека искусственный интеллект не сможет. В таких сферах, как бухгалтерский учет, например, базовые юридические медицинские услуги, все, что связано с данными, с вводом, статистикой, в данном случае да, искусственный интеллект заменит, потому что это то, что можно выполнять без присутствия человека. В качестве журналиста не знаю, все-таки это такая сложная тема, потому что какие-то опять же базовые, может быть, погода сообщить, а такой специалист сможет, так сказать. Но все равно искусственный интеллект – это не человек, и он не сможет работать и реагировать, например, в каких-то экстренных изменениях, форс-мажорах, парадоксах. То есть вот здесь он не сможет реагировать, поэтому заменить человека – это уже большой вопрос. Однако те компании, которые надеются сэкономить, сократив персонал и заменив его роботами, могут разочароваться, ведь содержать IT-специалистов и покупать мощную технику может быть гораздо дороже. В принципе, внедрить искусственный интеллект будет очень дорогостояще, потому что это потребуется очень много серверов, дисков, хранилищ, которые будут обеспечивать бесперебойную работу искусственного интеллекта. Поэтому деньги, которые вот здесь освобождаются, они все равно будут переходить к людям, которые будут за ним отслеживать. Психологи же видят в развитии искусственного интеллекта другую опасность. Если человек станет все перепоручать роботам, то атрофируются когнитивные способности самих людей. То облегчение нашей жизни за счет искусственного интеллекта, которое мы получим, надо каким-то образом компенсировать через другие умственные нагрузки. И не случайно футурологи, я тут абсолютно с ним согласен, подчеркивают, что может появиться класс людей, которые будут только играть в игры, им искусственный интеллект будет создавать некую виртуальную реальность. Их просто нужно будет кормить, давать им талоны на еду. Тем более искусственный интеллект тут породит еще необычайное повышение производительности труда. Тогда возникнет проблема, как занять тех людей, которые освобождаются. И многие уже пытаются найти ответ на этот вопрос. В образовательных центрах появляются программы по профессиональному переобучению, а рынок труда медленно, но старается реагировать на возникающие вызовы времени и те проблемы, которые нам еще только предстоит осознать. Светлана Кудрявцева, Сергей Баскин, Петр Паломеев. События.